ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это не для любого взрослого, что говорить о парнях. Сознаются, что подобных эмоций раньше не испытывали. Дыхание захватывает, туши закладывает, обжигающий ветер в лицо и жуткий холод наверху. Но панорама, которая открывается вокруг, стирает все страхи и хочется еще. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Больше стал общаться с людьми и более веселым. Думал, мы все разбежимся и все. И что ты испытал, когда узнал, что оно будет таким? Ну, очень обрадовался. Охота очень встретиться, также поговорить, поделиться со всеми. Полет на мото-параплане стал завершающим эмоциональным аккордом перед записью песни. Сегодня парни поют, а накануне весь день репетировали на уроках вокала. Эту песню написал участник велопробега 16-летний Руслан. И это стало полной неожиданностью для всех, в том числе для организаторов. И уже тем более сам Руслан не ожидал, что его стихи вскоре исполнят новые и теперь уже самые близкие друзья. Сердце-километры благодаря этим парням получили такое продолжение. Я верил, что моя песня будет. Мне сразу сказали, что эта песня может быть гимном Сердце-километры. Мне это очень понравилось. Я начал всех просить, чтобы было это. Я прям восхищен, что эта песня... И вот сейчас-то я тарифирую. Ребята сознаются, что петь совсем не умеют. Но о том, что с ними произошло за неделю, велоприключений хочется рассказывать всему миру. Ведь это путешествие сделал их по-настоящему счастливыми. А кому-то даже помогло найти семью. Сашу взяли под опеку в рамках проекта. И он уже сейчас учится жить по-другому. Поэтому эта песня для него не просто слова на листке бумаги. Я не верил, что этот проект изменит мою жизнь. Мне сказали просто, что будет такой велопробег. Я согласился поехать, просто поддержать имидж детского дома, чтобы потом вот так все изменилось. Дело в том, что в последнюю ночь к нам пришел мальчик Руслан, который вдохновился так всем происходящим, что изложил все свои эмоции на бумаге и сказал, что написал песню. Мы подумали, что было бы здорово действительно записать этот хит. Мы подумали над песней, наложили ее на музыку. И вот, собственно, позвали ребят спустя две недели вновь увидеться, для того, чтобы прорепетировать и спеть эту песню. Парни ждали этого дня две недели. Они считали секунды до новой встречи. И эти уроки вокала для них как бальзам на душу. Ведь это новая возможность посмотреть друг другу в глаза и пожать руку. Эта песня будет доказывать тому, что... Ну, даем ей себе знать. Оно должно быть какой-нибудь помасштабнее. И чтобы так раскрыто, чтобы не только по красноярскому, я побольше узнала о таких людях, как мы. Песня о том, что мы ехали, преодолели, ну и расстались. Ты счастлив? Да. Песня о том, что в коллективе, то, что о 40 километрах, то, что мы ездим по разным городам, видим все. Для гимна выбрали мотив песни группы Бурита «Забери меня, мама». Сейчас это бесспорный хит на всех радиостанциях. И именно эта песня, как никакая другая, запала в душу парней. Ведь они-то знают, о чем говорят. Правда, строчки пришлось немного подкорректировать. Кстати, сама группа поддержала ребят. Музыканты знают, что красноярские парни и девчонки из детских домов края споют на их мотив свои строки. Педагог вокала рассказывает, времени для разогрева было немного, но у ребят поет душа, а значит, что-нибудь непременно получится. Мне кажется, мы сразу нашли общий язык, как с другом. Может быть, сначала было что-то смешно, что-то непривычно, но они сразу включились в процесс, и это очень радостно. После репетиции в школе искусств эти подростки дотачивают ремесло уже вот так просто, на улице, на скамейке. Они не хотят расставаться друг с другом, а главное, очень хочется, чтобы их крик услышали 3 миллиона жителей края. Ведь уже совсем скоро эти строки прозвучат в эфире Краевого канала. Очень хорошо, что мы даже видимся. В социальной сети даже создали беседу, и там тоже общаемся. Велопроект «Сердце километра» — это уже не просто общероссийская социальная акция, к которой подключился телеканал. Сегодня это масштабное движение, которое поддерживают звезды шоу-бизнеса, олимпийские чемпионы и просто успешные люди. Телеканал «Унисей» вместе с заинтересованными ведомствами и общественными организациями проводит такой благотворительный проект уже второй год. В июне этого года 20 ребят из детских домов края отправились колесить на велосипедах по дорогам Красноярского края, чтобы громко заявить о себе. 10 городов, 700 километров пути, испытания не из легких. Но эти подростки выдержали все с достоинством, по-другому они не умеют. Цель проекта — пропаганда усыновления и других форм семейного устройства. И статистика сдвинулась, вектор пошел вниз, а значит, все старания не напрасны, и результат есть. Екатерина Погорела, Ксения Кощеева, Андрей Крупнов, Алексей Овсянников. Новости. Новости.